Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Алексей Колчин, и сегодня мы займемся решением задач на равноускоренное движение, почти не применяя формулы. Поможет нам в этом теорема о средней скорости, который утверждает, что чтобы найти перемещение тела при равноускоренном движении, можно заменить это движение равномерным, со скоростью равной средней скорости равноускоренного движения. Ну а эта средняя скорость равна среднему арифметическому начальной скорости тела и конечной. И начнем мы с задачи попроще. От движущегося поезда на ходу оцепляют последний вагон, после чего поезд продолжает двигаться с постоянной скоростью, а вагон тормозится равнозамедленным движением. Тормозной путь вагона составил 1 километр. Каково было расстояние между вагоном и поездом в тот момент, когда вагон остановился? Давайте пройдемся по условию задачи еще раз. Что же нам известно? А известно нам только, что вагон прошел равнозамедленно 1 километр, а поезд продолжал двигаться с постоянной, но неизвестной нам скоростью. И нам надо найти то расстояние, которое было между вагоном и поездом в момент остановки вагона. И кажется, что для решения задачи нам не хватает данных. Тем не менее, задача решается устно с помощью теоремы о средней скорости. В начале скорость вагона совпадала со скоростью поезда, а в конце она была равна нулю. Ну, значит, средняя скорость вагона равна половине скорости поезда. И если вагон прошел 1 километр, то поезд прошел вдвое больше 2 километра. Ну, стало быть, расстояние между поездом и вагоном было 2 минус 1, 1 километр. А на графике скорости все это выглядит так. Так, путь, пройденный вагоном, изображается площадью вот этого треугольника. А путь, пройденный поездом, площадью прямоугольника, которая, очевидно, в 2 раза больше площади треугольника. Ну, а расстояние между поездом и вагоном в момент остановки, это площадь верхнего треугольника, которая равна площади нижнего. Ну, стало быть, расстояние и было равно 1 километру. А теперь вторая задача, посложнее. Тележка движется вдоль длинной линейки с постоянным ускорением. В момент, когда секундомер показывает 7 секунд, тележка находится против отметки 70 сантиметров. В момент 9 секунд против отметки 80 сантиметров. В момент 15 секунд против отметки 230 сантиметров. С каким ускорением движется тележка? А теперь я преобразую условия задачи и от отметок перейду к интервалам. Значит, первый интервал движения составлял 2 секунды, а второй 15 минус 9 – 6 секунд. Ну и, соответственно, на первом промежутке тележка прошла 10 сантиметров, а на втором 230 минус 80 – 150 сантиметров. И теперь можно стереть исходные данные. Они нам больше не понадобятся. Ну а еще я, конечно, могу изобразить график скорости. Это прямая линия. Но проводим ее как-то пока произвольно. А чтобы найти ускорение, мне нужно знать два значения мгновенной скорости и временной промежуток, их разделяющий. И я воспользуюсь теоремой о средней скорости. Ну, среднюю скорость мы можем легко найти. На первом интервале она равна 5 сантиметров в секунду и достигается как раз посредине этого интервала. А на втором интервале скорость равна 150 делить на 6 – 25 сантиметров в секунду. И тоже достигается в середине интервала. Ну, теперь смотрите. У нас получился вот такой треугольник, в котором нам известен временной интервал. Это одна секунда, да еще три секунды, четыре секунды. И за это время скорость изменилась на 20 сантиметров в секунду. Ну, соответственно, теперь-то мы легко находим ускорение. Мы делим эти 20 сантиметров в секунду на 4 секунды и получаем, что ускорение было равно 5 сантиметров в секунду за секунду. И задача решена. А теперь я предлагаю вам решить еще одну задачу самостоятельно. И условие звучит так. Представьте, что вы стоите на перроне и наблюдаете разгоняющуюся электричку. Когда ваши часы показывают ровно 12 часов, мимо вас начинает проезжать предпоследний вагон, который проходит мимо вас за 6 секунд. Последний вагон проходит мимо вас за 4 секунды. Электричка движется равноускоренно. В какой момент времени она пришла в движение? Будет здорово, если вы решите эту задачу совсем без формул и напишите ответ в комментариях. А еще я хотел спросить вас. Вот мы сняли такой сугубо школьный ролик. Как вы считаете, насколько уместен он на нашем канале? Напишите об этом, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!